Где приземлился самолёт президента, состоялась торжественная церемония встречи высокого гостя. У трапа самолёта президента Соединённых Штатов Америки и его супругу встречали председатель Верховного Совета Республики Беларусь Трислав Шушкевич с супругой. Был выстроен почётный караул. Прозвучали государственные гимны Соединённых Штатов Америки и Республики Беларусь. Президент Соединённых Штатов Америки принимает республика, которая первой в СНГ провозгласила безъятерный статус и нейтралитет. Беларусь неукоснительно выполняет и другие договорённости, связанные с сокращением обычных вооружений. Бесспорно, этот визит открывает новый этап в белорусско-американских отношениях. На белорусской земле президент провёл, как и предполагалось, более шести часов. Программа его пребывания была весьма насыщенной. Состоялись официальные переговоры Билла Клинтона с главой парламента Станиславом Шушкевичем и председателем Совета Министров Вячеславом Кепичем. Президент Соединённых Штатов Америки и председатель Верховного Совета Республики Беларусь своими подписями скрепили договор о взаимной защите инвестиций. Конечно, во время бесед был затронут более широкий круг проблем, которые относятся как к сферам двусторонних отношений, так и к проблемам безопасности. Я думаю, что, вот как сказал Яковлев на встрече Востанкина, все стороны, проигравшие холодную войну, удовлетворены последующим развитием событий. Тесных отношений, достойных развития экономических отношений. Новая фаза начинается. Я очень рад. Президент Соединённых Штатов Америки сразу после официальных переговоров посетил Площадь Победы. Он возложил венок к монументу героя минувшей войны, которой мы были союзниками. На венке надпись «От народа Соединённых Штатов Америки». Здесь же на площади, как и на проспекте Франциско-Скарины, по которому следовал кортеж, президента приветствовали меньшар. Он беседовал с ветеранами Второй мировой войны. Затем тут же состоялись встречи, не предусмотренные протоколы. Каждый спешил пожать руку президенту, понимая значимость этого визита для молодого суверенного государства. Все договоры Америки, связанные, как и со всеми международными финансовыми организациями, связаны прежде всего с ходом реформ. Поэтому будет идти реформа, будет помощь. Не будет идти реформа, оттуда помощи ждать нельзя. Спокойно, спокойно, спокойно. Но другое дело, что, может быть, самое главное, что мы сегодня договорились, это с президентом, уже на встрече со мной, я, по крайней мере, отвечаю за ту честь, которую я вел, будет решено о системе постоянной взаимной экономической связи. То есть какие-то будут найдены структуры, которые будут постоянно общаться друг с другом и решать все взаимные вопросы. Встречу с общественностью Билл Клинтон продолжил в Академии наук Беларуси, где, как он заметил, собралась в основном молодежь, интеллектуальные настоящие и будущие республики. Американский президент выразил свою признательность выбранному Беларусью пути построения безъядерного государства и подписанию договора о нераспространении ядерного оружия. Высокая оценка Америки этого политического шага реализована в технической помощи Беларуси в 100 миллионов долларов. В рамках закона «Нанолугара» для безопасного демонтажа ядерного оружия, проведения оборонной конверсии, восстановления экологии в местах размещения стратегических ракет. Президент признает важность компенсации Беларуси стоимости высокообогащенного урана из ядерных боеголовок, которые находились на ее территории. Билл Клинтон выразил поддержку курсу свободного политического и экономического развития Беларуси, проведению досрочных выборов в Верховный Совет и принятию демократической конституции. Только такой путь даст, по его мнению, возможность избежать таких трагедий, как сталинские репрессии, о которых помнит Беларусь. Здесь, на месте расстрела мирных граждан, в Куропатах, американский президент склонил свою голову. Сегодня же Билл Клинтон из Минского аэропорта отправился в Женеву.